Привет, друзья, подписчики и гости канала! Сегодня посмотрим на это чудо от Huawei. Последнее время, заходя на YouTube, я часто натыкаюсь на рекламу данного смарта в разных магазинах. Возможно, и вы, даже открывая данное видео, наткнулись на такую рекламу. И вот мне, конечно же, стало интересно, что за аппаратец, и я уже определил его плюсы и минусы для себя, и спешу делиться с вами. По ценам это твердый середняк, то есть его можно отнести к более народным изделиям. В Украине сейчас это 7000 гривен, в России 15-16 тысяч в среднем. Ссылку на Е-каталог с ценами и парочкой магазинов добавлю в описании. Что меня заинтересовало в первую очередь? Это трендовый внешний вид, даже, по-моему, дороже своей цены. О комплектации много не будем, просто знайте, что чехла в комплекте нет, зато есть гарнитура. В моем случае цвет зеленый, также есть синий и черный. Но, по моему мнению, на рынке сейчас уже столько синих, что разные модели можно путать друг с другом. И если черные тоже приелись, то чем не вариант? Зеленый цвет жизни. И обратите внимание, интересное решение. Крышка как бы двухцветная, и это придает смартфону свой стиль. И он действительно красив, но, конечно же, будет пачкаться. Глянец. И сделан он, кстати, из пластика, потому чехол весьма желателен. Сканер отпечатков спинки, это компромиссное решение. И спорное, можно сказать. В дисплей нереально встроить, ведь это IPS. А на спинке, ну как сказать, дело привычки. Но хотелось бы сбоку, в кнопке питания, и, если честно, это было бы удобнее. Да, хотелки со временем растут. Сам сканер работает быстро и точно, к нему претензий нет. По лицу разблокировки тоже нет, она тут лишняя, так как камера у нас выдвижная. Мне нравится такое решение, это современный подход. Выдвигается не очень быстро, но для селфи нормально. И прошу написать в комментариях, что выберете. Каплю в дисплее, чтобы разбокировка по лицу была, или выдвижную камеру без нее. Я свой выбор делаю в пользу выдвижной камеры. Интересно также ваше мнение. Огромным плюсом считаю отсутствие вырезов в экране. Дисплей действительно большой. 6,6 дюймов. И аж 19,5 к 9. Такая себе колбаска. Ребята из Поднебесной, может хорош уже вытягивать их? Рамки небольшие, разве что снизу подбородок чуть побольше. И размеры, и масса на ваших экранах. У меня рука не очень маленькая, и мне все удобно. Кроме как тянуться к верхней шторке, это уже трудно. А вот карманы нужны глубокие, это точно. Правильным решением считаю появление USB-C в среднячках Huawei. Да, пора ребят. Тут же у нас вход по 3,5 миниджек, что удобно. Опять-таки есть и смарт в кармане, и наушники проводные. Лоток под сим-карты расположился в нестандартном месте, на верхней грани, рядом с выдвижной камерой и вторым микрофоном шумоподавления. Главное достоинство, повторюсь, дисплей без всяких вырезов. И он классный. Можно править баланс белого, сделать чуть ярче цвета, включить защиту зрения и многое другое. Диапазон яркости меня тоже устроил. Хоть тут изначально были три кнопки навигации, которые можно настраивать под себя, я сразу же выбрал удобное управление жестами. Оно похоже на сиамишное, и мне вообще нетрудно переходить. Из завода на экран, кстати, уже наклеена защитная пленка. Производительность. Восьмиядерный Kirin 710F и Mali-G51 MPEG-4. Что же за зверь? Сразу скажу, что к геймерским решениям данный смартфон не относится. Его скорости вполне хватает для того, чтобы ворочать иконки, приложения и графику в оболочке и браузерах. И весьма, кстати, шустро. Я думаю, что главное в середнячках, это то, чтобы он не раздражал в работе интерфейса. Тут микрофризы бывают, но редкие и незначительные. Если взять игры, то самые тяжелые, типа танки и папк, можно играть на средне-низких настройках и не более, а лучше даже на низких. Много других, конечно, пойдут и на максималках. И хоть данный смарт и не король в этой сфере, но поиграть вполне реально. Звук. Мультимедийный динамик здесь среднего качества. Звук не противный, разборчивый, не тихий, но бывает погромче. Мне хотелось бы чуть больший запас. Зеркальная ситуация и с наушниками. Звук понравился, особенно когда я побаловался пресетами и эквалайзером. А запас погромкости не помешало бы побольше. Вроде и нормально, но иногда хочется кача с громкостью повыше. Автономность. 4000 мА батарея и это очень хорошо. Ведь такому экрану нужна и соответствующая батарея для баланса. И что сказать, 30 минут видео садят смарт на 4%, а вот в играх аж 11%. И видно, что под полной нагрузкой проц расходует не так уж и мало. Зарядка не очень быстрая на уровне других смартов с такими же батареями без быстрой зарядки. За 30 минут 29% набирает, за 1 час 65%, а полный заряд у нас за 2 часа и 13 минут. И среднему пользователю 100% хватит на 1 рабочий день с утра и до глубокой ночи. И даже на полтора дня можно растянуть, так что с автономностью тут все в порядке. Камера. 16 мегапиксельный основной модуль и 2 мегапиксельный вспомогательный для размытия заднего фона. И вы знаете, друзья, первое, по чем можно определить бюджетность сенсора, это его динамический диапазон. Если у вас выжженное небо в кадре, зато все вокруг хорошо видно или наоборот, камера темнит в более темных участках при наличии светлых в кадре, значит у вас бюджетник или середняк, поскольку здесь именно такая ситуация. Динамический диапазон небольшой, но зато разрешение и детализация снимков при этом вполне хорошие. Портреты неплохие получаются, иногда могут проскакивать ошибки, особенно на фоне листвы или веток. Зато потом можно менять степень размытия или убирать его совсем, ведь изначально этого самого размытия здесь, по-моему, многовато. Фронталочка тоже у нас на 16 мегапикселей и она довольно хорошая. При не самом лучшем освещении, например, в комнате, тоже довольно хорошо справляется. Видео мне не особо понравилось, опять-таки из-за пересветов, недосветов и дерганой грубой смены экспозиции. А также напрочь отсутствующая стабилизация, как оптическая, так и цифровая, потому для съемки блогов, влогов и так далее данный смарт вряд ли подойдет. Итак, тут у нас тест видеосъемки на смартфон Huawei P Smart Z. Есть вариант снимать Full HD 60 кадров, есть 30 кадров, 4K нет. И вот я смотрю, что на светлых участках, если все хорошо, то внизу немножко темнеет. И видно, что динамический диапазон не самый высокий, и сенсор у нас не самый навороченный, ну, средний себе сенсор. Можно зумить, приближать в 6 раз. Качество, конечно, страдает. Как вы заметили, что ни оптической, ни электронной стабилизации здесь нет. Вот я иду, и тряска сразу. Это то, что можно приписать к минусам устройства. С сигналами сетей проблем нет. Версия Global, и все под наши бенды заточено. 3G, 4G, без вопросов. Датчики тоже на месте, и магнитный, и гироскоп. А также NFC. Bluetooth же 4.2, хотя я думал, что будет пятый, как у всех. Но на нем чуток сэкономили. Итак, друзья, как итог. По-моему, данный смарт нацели на перфекционистов, которые терпеть не могут выступы и капли в экранах. И любят симметрию. Я тоже, кстати, за такие экраны. Только 19.5 к 9, это уже, по-моему, слегка перебор. Уж лучше просто 19 к 9 и чуть меньшие размеры и вес устройства. А так, по виду, вполне современное устройство с выдвижной камерой. И да, основная камера не поражает воображение. Она в совокупности средненькая. А видео, я бы сказал, ниже среднего. Фронталка же очень даже неплохая. Классный большой экран. Внешний вид. USB-C для зарядки. NFC. Хорошая батарея и оболочка. Я думаю, что многие смогут простить ему его косячки только за внешний вид. И симметричный экран без отверстий в нем. И, по-моему, за свою цену это довольно-таки неплохое устройство. А как считаете вы? Интересный смарт? А с вами был Андрей, канал Smart Plus. Увидимся совсем скоро. Подписывайтесь, если еще не успели. До новых гаджетов и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok